Добрый вечер! В прямом эфире очередная программа Хастагаланта. И сегодня мы хотим поговорить вот о чем. Свобода слова, идеология, открытость и целесообразность. Как эти понятия сосуществуют сегодня в нынешней Абхазии? Об этом, наверное, лучше всех знают журналисты. Ну и для того, чтобы раскрыть эту тему, мы пригласили сегодня к нам в гости, в студию, журналиста, редактора газеты «Нужное» Изиду Чаня. Изида, еще раз приветствуем тебя здесь. Добрый вечер. Люди рады тебя видеть, особенно после того, как ты получила орден Аксавша. Еще не получила. Не торопите события. Ну, во всяком случае, награждение уже как-то состояло. Указ подписан, да? Да. Изиду, а вот уже второй десяток, почти второй десяток, как и издается нужная газета. Какая была мотивация, когда вы начинали эту газету? И менялась ли эта мотивация в течение этих наших бурных послевоенных лет, когда сменилось несколько президентов, очень много событий было и политических, и внутри, и внешне политических. Вот как менялась или мутировалась, или модернизировалась эта мотивация внутренняя? Ну, как бы я достаточно часто говорила, что вообще-то, когда мы создавали нужную газету, мотивации фактически-то никакой и не было. Так это, по большому счёту, была такая... Это была и не моя собственная инициатива. Мне предложили поделать газету. Я очень скептически к этому предложению отнеслась. Это было вскоре после войны. Я очень сомневалась, что газета может кого-то заинтересовать. Если вы помните, первые выпуски газеты, они больше были рекламными. Мы очень в то время увлекались всякими гаданиями, предсказаниями, чёрной магией, ну и всяким таким хламом. Но постепенно вот происходило какое-то, происходило замещение, то есть из газеты начала вытесняться вот такого рода информация, и её полосы, она стала превращаться сперва в правозащитную, а потом в чисто общественно-политическую газету. На сегодняшний день я считаю, что она общественно-политическая. Сегодня у неё есть мотивация, и она появилась уже достаточно давно. И позиция нашей газеты уже на протяжении, я бы сказала, десятилетия, наверное, это вот возможность предоставить слово тем людям, которые не имели возможности выразить своё мнение в государственных СМИ. Ну, может быть, сегодня это уже не столь актуально, поскольку появились социальные сети, появился Фейсбук, который, на мой взгляд, в какой-то период мы все увидели, что он полностью заменил все СМИ, особенно в предвыборный период. Я бы вот, честно говоря, хотела бы обратить на это внимание, что он не только опередил нас и в информировании, и во многих остальных вещах, но он и внёс свой как положительный, так и отрицательный какой-то вот контекст в нашу журналистику. Вы про особенности Абхазского Фейсбука имеете в виду? Да, я имею в виду особенности Абхазского Фейсбука, именно те, которые проявились в предвыборный период. Я считаю, что, конечно, для этого были подготовлены, с одной стороны, он нёс на себе какой-то очень положительный контекст, он информировал население, люди получили возможность. Для меня Фейсбук – это вообще рабочий инструмент. Интернативный источник информации. Да, да. То есть, если раньше я бегала по городу для того, чтобы выяснить информацию, сегодня я могу это делать, не вставая, собственно, от компьютера. Перепроверить информацию. Да, перепроверить информацию, узнать мнение людей на ту или иную на те или иные события. С другой стороны, вот твоя газета, она выходила еженедельно, а теперь, как бы, используя, как ты говоришь, вот этот Фейсбук, как инструмент, есть возможность, так сказать, ежедневно представлять какую-то информацию или какой-то материал. Да, и таким образом это как-то несколько не отодвигает работу в газете твоей. Ты знаешь, работу не отодвигает. Я создала уже два года, существует сайт нужной газеты. И, в общем-то, на сайте мы, по сути дела, работаем в ежедневном режиме. То, что касается газеты, я продолжаю ее печатать, хотя это уже совсем благотворительность, скажем так. Потому что газету я издаю сегодня для категории людей, которая еще не является пользователями интернета. Вот это для людей более старшего поколения, иногда и моих сверстников, которые просто в силу определенных обстоятельств не пользуются интернетом, кто-то не имеет доступа. Это талировая тенденция. Да, я думаю, что... И телевидение тоже, электронные СМИ тоже уступают в этом смысле. На сегодняшний день уже, я имею в виду, телевидение и все остальные тоже они уступают. Они стали частью соцсети тоже и частью интернета. Об этом даже свидетельствует то, что вот сегодня прокуратура тоже зарегистрировала свою страничку на Фейсбуке. До этого зарегистрировали свою страничку МВД. Я думаю, что это, в общем-то, нормальная практика. И люди... Ну, это потребность нынешняя, сегодняшняя ситуация. Но я бы хотела все-таки сказать, знаете, еще об отрицательном моменте, который внес в нашу жизнь и Фейсбук. И, на мой взгляд, он может очень негативно сказаться на нашем обществе. Я имею в виду, вот, задел для этого был сделан одним из сайтов, который появился за некоторое время до выборов. И там впервые стало появляться, вот, появился вот этот анонимный контекст. Да, люди стали высказываться не пустыми именами. Да, понемножечку во выборный период эта анонимщина переросла в Фейсбук. И, в общем-то, у этой категории людей достаточно много защитников. Кто-то говорит, ну, люди высказывают свое мнение, пусть под какими угодно никами они высказывают свое мнение. Я считаю, что это очень плохая практика, особенно для нашего маленького общества. И, в общем-то, на твоем эфире мы видели, как Фейсбук перерос. То есть, если вы будете наблюдать за тем, что происходит вот в этой анонимной среде Фейсбука, я очень часто с любопытством за этим наблюдаю, вот, люди имеют свои имена, они выставляют посты, а потом начинают заходить сами же уже под никами и сами с собой спорят. Происходит какое-то вот психологическое, то есть, это вот влияние на психику. Они врастают в роль анонимщиков и потом в жизни себя точно так же начинают вести, да. Ты знаешь, вообще, на самом деле, конечно, эта вот сторона, она двояко может рассматриваться. Действительно, появляется у, так сказать, анонимщиков, это вот если их брать в кавычки, да, и очень такой отрицательный смысл вкладывать в это слово. То тогда это, конечно, само явление негативное. Но, с другой стороны, мы же знаем, да, чтобы информация все-таки поступала действительно, откровенная, и, может быть, в некоторой степени категорически так вот открытая, да, не все могут высказать это мнение под своим именем, потому что те или иные обстоятельства в маленьком обществе могут его смущать. И это первое, что я хотел сказать. Там, конечно, есть и плюсы, и есть и минусы. Ну, я все-таки позволю себе тебя перебить. Дело в том, что вот если ты говоришь, ты говоришь, да. Ты говоришь, в общем-то, о той практике, которая существует, это практика... Это интернет. Это заложено всем интернетом. Я понимаю, что это заложено, но я говорю именно о нашем обществе. То, что приемлемо в больших обществах, оно несет негатив. Ты понимаешь, там происходит, люди выпускают из себя то, что вот... Ну, там бывает негатив, да, там бывает бульварщина нездоровая. Бульварщина. И это становится потом частью жизни. Люди несут это из своего анонима, они вживаются в этот образ. Они потом выносят это на программы телевидения и так далее и тому подобное. Мы уже наблюдаем за этим. Не только из отрицательного состоит, да, вот в Фейсбук. Вот я хочу просто сказать тебе следующее. Я же сказала о положительном, на самом деле, положительных черт у социальных сетей очень много. Особенно для нас, да, сотрудников СМИ. Просто, чтобы не углубляться, немножко мы ее закрутим, завертим гайки уже на этой теме. И перейдем дальше. А что я хочу сказать? Конечно же, Фейсбук и в том числе весь вообще интернет, да, если раньше мы с утра брали газету и читали газету, теперь мы подходим к компьютеру, утром встаешь, нажал кнопку и сразу смотришь новости. Там новости разных агентств, сайтов. И в том числе Фейсбук – это уже новости нашего масштаба. И в этом есть какой-то положительный смысл. Но другое дело, что мы хотели бы все-таки углубиться в тему освещения нашей действительности. Ты знаешь, давно работаешь ты на поприще журналистском. И все время у тебя присутствовала критическая оценка той или иной власти. Власти часто менялись. Это положительный момент, конечно, в твоей работе. И мне хотелось бы, чтобы ты вот как бы обозначила свою оценку относительно того, как менялось отношение власти за последние годы вот к независимой прессе и вообще независимой точке зрения. Я бы еще добавил бы, есть ли какие-то табу даже в критике, допустим, в данной ситуации, как у вас. Сначала мой вопрос. Ты мне перебила. Об отношении власти. Отношение власти, да. Власти менялось. В независимой прессе. Не только отношение власти. Твое отношение тоже. И мое отношение. Не только отношение власти менялось. И отношение общества тоже менялось. Если вот первые годы, когда вот происходили какие-то, публиковались какие-то критические статьи, я очень часто ощущала вот изида перебарщивает. Изида чересчур перебрала вот планку. Нельзя так критиковать. Это говорило общество. Это даже говорила не власть. То сегодня общество требует более жареного. То есть их не удовлетворяет. Это вот переехало, но вот мягко. Надо жестче переехать. Это тоже, кстати, вот издержки нашего Фейсбука. То, что касается отношения к власти. Конечно, и отношение власти менялось к независимой СМИ. И, к сожалению, это отношение никогда не основывалось на законе. Это отношение всегда было вот какое-то личное. И вот тут вот очень контрастно и ярко можно продемонстрировать это на, допустим, Багапши и Анквабе. Да, вот это отношение. То есть если Багапшу тоже часто не нравилось, как вы понимаете, то, что я писала. И он пытался как бы увещевать меня. Он проводил со мной беседы, разговаривал. Как-то мы с ним по душам говорили. Я пыталась ему объяснить свою позицию. Объяснить, что такое СМИ. Что СМИ призваны критиковать власть. То, как бы, вот, кстати, при Багапши у меня не было никаких вот таких чрезвычайных ситуаций. Да, при Анквабе у меня были чрезвычайные ситуации. Но я вам скажу, что на протяжении всего этого времени, самое главное, что власть пыталась делать, она пыталась все время вымыть у меня кадры. То есть это происходило на самом деле очень просто. Кадры вымывались на более оплачиваемые места. Да, были разные ситуации, когда людям предлагали, корреспондентам готовым предлагали прийти на другое, более оплачиваемые. Пожалуй, вот это были самые трудные периоды. И я помню, как я оставалась порой в редакции совершенно неожиданно. Вот были три сотрудника, и вдруг я оставалась в редакции одна. Такого рода давление тоже было. Конечно же, хотелось бы, чтобы вот все-таки, как бы, и власть понимала, что делает журналист. И, как бы, вот, существовало этого понимания журналистского поля. Вот ты говорила об объективности освещения событий, тех или иных происходящих в нашей стране. Мне бы хотелось у тебя спросить. Вот ты никогда не чувствовала за собой, что иногда твои репортажи или то мнение, которое прозвучало, может быть, от привлеченных авторов, оно несколько носит такой субъективный характер. Так, к моему вопросу, как раз вернулись, то есть сограницы таких. Я очень мало верю вот в истинную, вот в объективность, объективность. Что такое объективность? У каждого из нас существует свое мнение. Мы, в общем-то, ведемся на мнение. И не только на свое мнение мы ведемся, мы больше ведемся на мнение общественности, да. И я не знаю, что такое вот полная объективность, вот такая, которая представит ту точку зрения. Полная объективность – это сухая информация. Сухая информация. Ты знаешь, я тебе и сухую информацию подам точно таким образом, что в ней будет присутствовать субъективное обменение. Всегда можно выстроить любую информацию. Поэтому я не верю в полную объективность. Поэтому нужны разные газеты, нужны разные, ну я сейчас не говорю о газетах, нужны разные СМИ, которые будут разные, люди с разными точками зрения. Вот тогда вот появляется вот эта полярность мнения. Это очень важно для общества, когда она имеет возможность выбрать выбор. Иди, вот вы поговорили о двух предыдущих президентах, а вот сейчас можете какие-то предварительные итоги или какие-то заключения сделать о новой власти? У нас у всех на устах пример с проектом договора между Россией и Абхазией. Вот как это механизм подачи этой темы, этой проблемы в обществе, как вы оцените? Многие говорят, может не стоило вот так вот открыто выбрасывать на обсуждение. Я надеюсь, что это не твоя точка зрения. Нет, не моя. Я ретранслирую крайние точки зрения. Кто-то говорит, это очень правильно, я ближе к ним, потому что я сторонник того, что правда все-таки она осложняет жизнь, но она укрепляет иммунитет в смысле перспективе власти. Я, конечно, сторонница того, что информацию общества должно знать. Вот я сегодня обратила внимание на съезде Амцахара. Очень многие говорили о том, что вот нам надо было принести, мы бы в узком кругу как-то обсудили. Я не понимаю, чем этот узкий круг отличается от круга. У нас вообще-то очень узкий круг всего нашего народа, нас не так уж много. И я считаю, что ничего страшного в том, что общество обсуждает этот проект договора, нет. И вообще для меня было бы потрясающим откровением, что наше общество, вот в данной ситуации, у нас все слои общества оказались едины. То есть и власть, и исполнительная власть, и законодательная власть, и партии, и движения, и люди оказались едины вот в этом вопросе. В вопросе в своем отношении к тому договору, который поступил в Абхазию. И меня, честно говоря, это очень радует. Там есть, конечно, второй план, что сегодня эту тему продолжают развивать. Причем меня очень умиляет, существует уже четыре варианта проекта договора, я насчитала. Но если говорить о конечном, это, наверное, вариант администрации, который был представлен администрацией президента, парламенту. Этот вариант никто не обсуждает. Все упорно обсуждают первый вариант. Зачем его обсуждать? Там был достигнут полный консенсус. То есть это такого консенсуса никогда в обществе еще не было. Так какова причина тогда того, что это обсуждается? Это политическая борьба. Это не очень удачная попытка использовать именно вот эту тему в политической борьбе. И понимаешь, там чем больше прокуратура... Прямо и озависимо, чем больше прокуратура возбуждает разные дела, тем больше скандалов по поводу этого договора. Причем людям так и не объяснили, по поводу какого из проектов мы спорим. А почему неудачная? Для кого неудачная? Неудачная для нас, для нашей страны. Мы очень негативно выглядим. То есть у нас происходит базар непонятно о чем. Причем действительно базар. Это не разговор. Вот то, что я видела, я опять возвращаюсь к эфиру абхазского телевидения. То, что я увидела как-то в эфире абхазского телевидения, это было ниже всякого приличия. То есть переходила к рамке всякого приличия. Сама человек достаточно резкий, но есть какие-то все-таки рамки, через которые мы не должны переходить. И вот в этом, кстати, очень большая роль все-таки журналистов. Они должны модерировать эти процессы. Журналистов и может авторитетов, это и политологов, и экспертов в разных областях. Но согласитесь, что у нас в обществе немного проблемы осталось с тем, что люди очевидные авторитеты для очень широкой массы, их стало очень мало. Практически их нет. А у журналистов их тоже буквально на единицы. Потому что мы столько перипетий политических произошли, и мы все на тех или иных баррикадах, как говорится, засветились. Поэтому очень сложно быть абсолютно нейтральным, объективным. Для зрителей. А что делать дальше? Мне интересно. Какая у вас сейчас стратегия, например, нужной газеты в обсуждении этого договора? Мне интересно. Я думаю, здесь транкрыт. Стратегия нужной газеты в обсуждении этого договора? Ты знаешь, а что, собственно, мы обсудили первый вариант, вы сказали все мнения по этому первому варианту. Сейчас существует четвертый вариант, да, четвертый или третий. Существует промежуточный вариант. Наша стратегия, мы предоставляем возможность говорить всем. Но если у вас есть что сказать, да, а если вы говорите ни о чем или о первом варианте, я не вижу смысла продолжать толочь воду в ступе. Я согласна поговорить. Обратите внимание, никто не хочет говорить постатейно. Сегодня Андрей Михайлович, выступая на съезде, Амцахара тоже все время говорил, я не буду говорить постатейно. Вы понимаете, либо давайте перейдем постатейно, что вам не нравится, в последнем варианте, да, либо давайте прекратим этот разговор вообще. О чем мы говорим? Опять о первом варианте? Его не существует. Мы там достигли конца. Это то, что вы говорили, это культура Фейсбука, в плохом смысле. Она перенестила, стала политической нашей культурой. На самом деле, вы сейчас затронули вот ту тему, которая была у нас только что как бы озвучена. Это тема того, насколько вообще серьезно можно воспринимать вот все то обсуждение, которое происходит на такой площадке, например, там скажем, как Фейсбук, или на каких-то других площадках, там типа Брехаловки. Мы же все-таки должны услышать компетентное мнение, правда, специалистов. Но на самом деле, мне кажется, и может быть, не мне одному это кажется, что вот этот вот разговор, который был с самого начала, да, он несколько носил такой обобщенный характер и больше эмоционального такого как бы обличения. И поэтому я в связи с этим хочу вернуться к тому, о чем ты говорила. Вот ты говорила о моделировании, и в частности о том, что журналисты должны в этом смысле принимать вот такое компетентное как бы участие. Ты понимаешь, вот поэтому мне как-то хочется у тебя спросить, вот как ты считаешь, вот могут ли быть какие-то правила игры во внутриполитической борьбе, особенно тогда, когда какие-то кульминационные моменты происходят? Вот в правилах публичных выступлений политиков, которые мы сейчас наблюдаем, как ты считаешь, что должны быть какие-то правила? Или мы все-таки находимся вот на первоначальной стадии того, как идет, вот так сказать, всенародное обсуждение, и, собственно говоря, этому особенно тоже удивляться может быть и не надо? Ну, ты знаешь, я не думаю, что у политиков могут быть какие-то правила игры, если мы говорим о политиках. Ну, тогда культурные правила. Все-таки, да, это просто зависит от культуры того или иного политика, не мы ее выбираем, это так, как сложилось, как мама с папой, в частности, воспитали, да, как семья, школа и так далее, воспитали человека. Это не от нас зависит. От нас, опять, мы журналисты просто должны... Каким образом политики несут информацию, да? Они несут все равно посредством нас, нас, ту или иную информацию. И вот тут вот должны мы, конечно, занимать роль модератора, чтобы во все это не превращалось вот в какую-то нецивилизованную дискуссию. Ну, я должен тебе сказать, что вообще иногда некоторые журналисты идут на поводу у публики, и тогда вот некоторые передачи, на которые ты скромно так намекаешь, они становятся очень популярными. Более того, я могу сказать, что у них рейтинги зашкаливают. Но цель достижения раскрытия темы, да, она не достигается. Это происходит и на центральных каналах, и на многих каналах и так далее. Но зато рейтинги высокие. Я должен сказать, как телевизионщик, что мы о рейтингах тоже беспокоимся. Но я все-таки теперь хотел бы вернуться вот к нашей профессиональной деятельности, твоей в частности. Есть ли у тебя такое ощущение, что несколько поменялась ситуация в отношении доступа к информации? Ты знаешь, вот есть предпосылки, конечно, для этого. Об этом свидетельствует и открытость прокуратуры, и открытость министра внутренних дел, да. Во всяком случае, я не почувствовала пока вот такой вот закрытости. Но это первоначальный период. Я, честно говоря, не очень обольщаюсь, потому что это такой конфетно-букетный период, я так думаю. Потом ситуация будет, скорее всего, складываться по-другому. Но ты понимаешь, все-таки у меня есть надежда, что вот этот джин гласности выпущен из ковшина, да, и загнать его на самом деле в нынешних условиях уже почти невозможно в обратную сторону. Есть те же социальные сети, которые невозможно никоим образом... И поэтому, если власть вдруг попытается предпринять попытки какие-то закрутить гайки, это будет самый неудачный способ управления, на мой взгляд. Тем более, сейчас демонстрируют откручивание гайки, поэтому это закручивание будет еще более интенсивным, собственно говоря. Да, вообще, мне кажется, что, конечно, очень важен тот момент, как реагирует власть на ту или иную ошибку, которая часто бывает или не часто может быть, смотря от того, какая власть. И вот именно от этой реакции зависит потом дальнейшее взаимоотношение с прессой и вообще, в конечном итоге, раскрытие той или иной темы. Ну, ты знаешь, дело в том, что вот для меня, конечно, вот это было откровением. Все публикации, которые были в последнее время, и на сайте нужной газеты, и в самой нужной газете, власть реагировала, причем не только на высоком уровне, и на более низовых уровнях она реагировала на эти публикации, и звонили мне, и общались, и пытались предоставить более полную информацию. Вот какое-то взаимодействие такого рода, которое вселяет в меня некоторую надежду, оно, конечно, существует. Дида, вот у нас политическая культура за последние, особенно, 5-7-10 лет, она так более-менее тут основные игроки, основные тенденции, тренды как-то сложились. У меня тоже такой вопрос, он у всех разный ответ может быть, но мне интересно, я думаю, зрителям будет ваша точка зрения на то, я часто, например, говорю о фарисействе, то есть у нас это все-таки такая достаточно распространенная вещь, так если в кавычках сказать, национальная такая особенность наша, у всех есть нации разные особенности, у нас очень много такого, и в политику это перешло тоже. Вот насколько это опасно, и насколько, и как вообще ориентироваться людям, которые, вот они видят одного достаточно, там, ветеран, он говорит одну вещь, потом, говорит, другой тоже, совершенно противоположный, что, говорит, принимать надо срочно этот договор, ну, условно говоря, на примере договора скажу, вот как людям ориентироваться? Как не заморочить людям голову, ты считаешь? Я думаю, что все-таки... Вот у нас в разговорном жанре сложно. Да, наверное, я думаю, что все-таки для этого и существуют журналисты, и все-таки наша задача пытаться заставить людей, которые разбираются в вопросе и не преследуют политических целей. Я понимаю, что это очень трудно найти в нашем обществе сегодня, как бы неполитизированного типа человека, который вот совершенно будет говорить только о проблеме и не будет политиканствовать. Но все-таки это надо пытаться делать, находить экспертов, которые будут говорить по существу проблемы, а не вот преследуя какие-то политические интересы. А фарисейство, да, вот только так нужно помочь людям с ним бороться, да? Да, вот фарисейство, оно, кстати говоря, знаешь, такое неискоренимое, такое зло, оно так или иначе в той или иной форме присутствует. Ты затронула хорошую тему, вот знаешь, это, так сказать, экспертной оценки, потому что журналисты не могут быть экспертами во всем. Вот как ты считаешь все-таки, необходимо ли, так сказать, вот это вот, обязательно ли журналисту такое профильное какое-то образование, и нужно ли работать вот по профилю, не быть, знаешь, таким журналистом, который охватывает все темы? Ну, вообще это идеально. На мой взгляд, это идеально, когда журналист имеет экономическое образование и прекрасно. Я считаю, что сегодня больше всего вообще-то в нашем обществе... Но страдает ли от этого профессионализм в общем, скажем, газеты или в общем телевизионного канала? Я думаю, что нет, если у вас на телевизионном канале есть журналист с экономическим образованием, журналист с юридическим образованием и так далее. Что такое, что, собственно, журналистка это общественная профессия? Кто ты по специальности? Ну, ты у нас, наверное... Я режиссер. Режиссер, да. Но я биохимик. Изначально я биохимик, да. У меня вот друзья есть журналисты, тот же Павел Шеремет, он экономист, да. И в журналистике очень много людей, которые имеют совершенно другое профильное образование. Я считаю, что журналисту это только помогает. Ни в коем случае не мешает. На самом деле... Прекрасно, конечно, когда ты добавляешь еще себе какое-то образование. Ну, да, вот просто хотелось бы услышать от тебя такую оценку, знаешь, того, как себя должен вести тот журналист, который использует в своих интервью вот такое многотемье. От одной темы к другой, и по спорту, и по экономике, и по культуре, и по театру, и по художеству. Ну, ты понимаешь, что специализироваться сегодня в журналистике невозможно? Мне кажется, наоборот, нужно вот как раз переходить на специализацию. Не знаю. Сегодня журналистам, в общем-то, есть такая практика. Предлагают и снимать, и писать, и фотографировать, и все это делать одновременно, да. То есть вот такая многопрофильность в журналистике, она стала модна. И как редактор маленькой газеты я прекрасно понимаю, вот чего я не могу делать. И верстать, и писать, и если надо, если корректор не пришел, и откорректировать материал. Всего понемножку, да. Я понимаю, что все это становится, когда ты делаешь все понемножку, оно немного становится поверхностным. Но для этого есть специалисты, которые ты привлекаешь. Собственно, журналистика не может жиждиться на тебе одном. Твоя цель привлечь разных людей, и чтобы другие люди, чтобы зрители, читатели их услышали. Я думаю, что в этом, да. Изи, да вы на этой неделе второй раз так в таком большом формате телевизионном появляетесь. Первое было, в начале недели, была встреча с президентом. Какие впечатления у вас от этой встречи? Мне интересно было. Мы видели, как вы задаете вопросы, впечатления никто еще не слышал. Впечатления что значит от встречи? От того, получили вы ответы на те вопросы, которые задали. Будет ли этот формат продолжаться? Я не знаю, я не знаю, во-первых, что это за формат. Это было просто обращение к президенту. Мы обратились, он согласился дать интервью. Интервью, в общем-то, мы не пытались задавать. Мы прекрасно понимаем, что фактически еще не закончено даже формирование правительства. У меня установка всегда была. Сто дней каждому надо дать, как бы, извините за грубое слово, прочухаться. И в этой ситуации тоже надо дать человеку, как бы, вникнуть в проблемы. У меня есть какие-то согласия, есть какие-то несогласия. Я в чем-то удивлена. Мне кажется, что в чем-то нет схемы. Я не увидела какой-то плановости. Я не вижу систематичности в чем-то. Но вот эти сто дней, я считаю, как бы, надо дать. Я позадавала какие-то вопросы, которые меня интересовали по поводу того, будет проводиться инвентаризация или нет. Еще какие-то вопросы. Традиционный вопрос любому президенту. Кстати, да. Я как традиционно его, в общем-то, и задавала. Я не помню, попал он в эфир или не попал. И, ну вот, ощущение пока вот такое вот. Я еще не поняла. То есть, я не поняла, на что нацелена. Мне кажется, что есть какая-то нескоординированность между президентом и правительством. Я не понимаю некоторые назначения. Но я надеюсь, что в течение этих ста дней я пойму это. И будем уже, как бы, задавать совершенно конкретные вопросы. Есть очень много вопросов, связанных с экономикой и так далее. Ну, а вот такие ощущения. Раз зашел разговор о вопросах, как ты считаешь вообще, какой бы сегодня, какой для нас сегодня в стране, вот как у журналиста у тебя такой основной вопрос, главный вопрос? Можно так-то вот так сформулировать? Да, самый главный вопрос все-таки, что мы собираемся строить. Я бы все-таки хотела, чтобы была сформулирована какая-то цель, какая-то задача. Когда сформулирована задача или поставлена цель, начинаешь искать пути ее достижения. Вот, как бы, четкая цель, четкая задача я все-таки... Она, наверное, существует, но она очень размыта. Надо ее скомпоновать и проговорить ее четко людям. Ну, исходный, вот я опять, это как раз вопрос о фарисестве. Мы когда даже рассуждаем о договоре, о каких-то других проблемах, мы совершенно забываем, допустим, учитывать. А как мы дошли до того, что 70% бюджета формирует тебе другая страна? Да. То есть, кто в этом виноват? Кто-то предлагает затянуть там ремни и как-то договор обсуждать год, и при этом готовы затянуть ремни. Я говорю, ну, давайте вернем все кредиты, которые были взяты. Все, что наворовано, и я... Я тоже согласна. То есть, у нас очень много вещей есть, когда очень сложно что-то планировать. Я сейчас не защищаю там президента или еще кого-то, премьера и так далее. Они в очень сложной ситуации. Очень сложная ситуация, и страна в очень тяжелом, в общем-то, положении. Но, знаешь, с другой стороны, вот некоторые сейчас говорят, вот у нас кризис. Кризис у нас вообще-то давным-давно, у нас кризис начался, я уже не помню, когда он начался. Он просто не заканчивается. Просто благодаря вот этим российским вливаниям, мы, может, как-то не сразу ощутили его. Но те, кто сегодня говорят, давайте не будем подписывать этот договор, прекрасно понимают, что вот этот кризис прорвет как раз тогда, когда договор не будет подписан. И я считаю, что это их конечная цель, потому что какая, собственно, ну, я уже проговорила это. Прокуратура занимается делами, и очень большому количеству людей не хочется, чтобы это дело было доведено до конца. Прокуратная ситуация, с точки зрения политики, кто сегодня в оппозиции к этому договору, потому что не будет он подписан. Они свои цели добьются, будет подписан, но и тоже неплохо, потому что так или иначе страна будет жить, и можно так же было. Вообще фон, конечно, изменился внешне. Кризис, это хорошо, вы сказали, что кризис у нас давно уже, это явление, просто мы были на фоне достаточно благоприятным, у нас наш кризис был. Сейчас и внешний фон стал достаточно неблагоприятный, поэтому он вдвойне опасен, конечно. Вообще, как ты считаешь, на самом деле, я извиняюсь, конечно, потому что, да, нет, Ибрагим обращается к тебе на «вы», а я обращаюсь к тебе на «ты». Мы не успели договорить, да, понимаешь, но я себе это позволяю, в силу того, что я все-таки на 50 лет старше тебя, совсем девочка. Спасибо. Да, и вот, я так извиняюсь просто. Зрители оценили, что-то сейчас не то задать. Ты вы, ты вы. Да. Ну, я хотел, знаешь, о чем спросить? Вот, когда заходит речь о договоре, сейчас эта тема становится наиболее такой обсуждаемой. Да, 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 честно говоря, нам не уже надо делать. Вот это я хотел у тебя спросить. Не кажется тебе, что кульминация этого обсуждения, она уже прошла, и теперь нужно переходить действительно к какому-то конкретному и конструктивному и эффективному уже завершению обсуждения этого вопроса. Вот на уровне никого не хочу обидеть, таком дилетантском, более профессиональном. И дилетантском уровне надо, и мне кажется, что вообще-то обсуждение как таковое вообще уже закончено. Есть новый проект договора, и этот проект уже надо обсуждать совершенно в другом измерении, да, между политиками России, Абхазии. То есть надо садиться и приходить к какому-то компромиссу. Мы же все прекрасно понимаем, что тот договор, который подготовила абхазская сторона, он не пройдет в таком виде. Это все равно будет компромиссный какой-то вариант. А тема, то, что эта тема, она искусственно подогревается, ее, собственно, высасывают из пальца, там обсуждать уже нечего. Да и не обсуждали ее никогда, собственно говоря. По существу, по статейно я так и не поняла, кого чего не устраивает. В изначальном, то есть в договоре, который поступил в Абхазию, я понимаю, да, в дальнейшем, окончательный вариант договора, который подготовила абхазская сторона, его не обсуждали. Ну, конечно, квинтэссенция вот наших последних лет и взаимоотношений с Россией, и того, как складывалась у нас экономическая ситуация, коррупционная составляющая всего этого. То есть это квинтэссенция того, что к нам прислали договор, который обычно присылали с теми же формулировки 2008 года, куда более ужасные, чем которые там сейчас, допустим, в проекте в Абхазском их исправили. То есть это все, и тут мы вдруг удивились, узнали, что, оказывается, в отношении нас могут использовать такие формулировки. Это все еще наложилось на то, что накладывается на то, что выборы у нас произошли. Ну, ты понимаешь, те, кто удивляются, я их верну просто к страницам своей газеты. Когда-то они возмущались по моему поводу, те, кто сегодня удивляются и возмущаются. Называли меня антироссийски, настроены и так далее. Это было, когда подписывались соглашения и так далее, когда другие какие-то вещи происходили по поводу железнодорожного кредита. Это люди, кстати, которые совсем недавно выступали за совсем другую ситуацию в Гальском районе, очень активно в ней принимали участие. Я не понимаю, вот, к вопросу о фарисействе. Значит, то, что мы чуть ли не входили в состав Грузии, это устраивало, а вот тут вот такая вот напряженная ситуация. Я категорически, мне нравится наша страна, то есть мне нравится вот это вот. Я знаю свою цель, то есть я хочу жить в маленьком, комфортном государстве. Я не хочу ни в Грузии, ни в России, ни в Турции жить. Я хочу жить именно здесь и хочу жить именно сейчас. Ну, вы понимаете, когда люди людей шарахают, то они Россию любят, то они граждан Грузии на территории Абхазии защищают. Для меня это вот, мне очень не нравится, когда вдруг я оказываюсь вдруг с ним в одном поле. Понимаешь, когда я вдруг поняла, что я против того варианта, который прислали из России, и они, оказывается, против него, мне стало очень некомфортно. В этой ситуации мне находиться некомфортно, да. Тебя оценили вообще так по достоинству, орденом, Ахзарша тут, да. Из журналистов немногих так. Да, многих, многих. Ну, из независимых, я думаю, мало кого. Из независимых мало, но тут, в принципе, это все одно общество, сообщество журналистское. Сейчас ты напрашиваешь и наводим такое ощущение. Ну, а что вы думаете, в конце концов, мы же тут немножко хотим чуть-чуть как-то представиться тоже в достойном качестве. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Я хочу тебе, знаешь, задать какой вопрос. Вот ты долгое время работаешь на арене нашей политической. Я даже знаю, какой он вопрос мне сейчас задаст. Да, и очень много ты освещала, и у тебя было много и конфликтных ситуаций, более того, были даже в некотором смысле драматические ситуации. Но все равно ты держишь, как бы, свою принципиальную линию. Это не из лести, я говорю, и не из фарисейства, да, о котором только что здесь говорили. Скажи мне, а что тебе не нравится вообще вот на нашем журналистском сообществе, да, вот в самой нашей журналистике здесь? Есть ли что-то такое, чтобы ты посоветовала, чего нужно избавиться вот у нас здесь? Я не знаю, чего избавиться, я думаю, что нам все-таки, когда мы работаем, нам надо исходить из каких-то принципов журналистики, да, вот есть какие-то прописные истины для журналистов, вот мы им все-таки должны следовать. И мне очень не нравится, что журналисты, даже при всей нашей необъективности, при том, что у нас с разной точки зрения, у нас есть профессия, которая может нас объединять, и есть принципы, которым мы должны следовать. Вот как бы, ну, на этих принципах, в общем-то, я и пыталась создавать Арсмиру, и мне кажется, что там получилось достаточно комфортное журналистское сообщество. Нам есть о чем говорить, и я бы очень хотела, чтобы журналисты могли вообще на профессиональные темы говорить спокойно, вне зависимости от того, кто в каком лагере находится. А когда я задавал вопрос, так сказать, о том, что не нравится, я еще и подразумевал в этом вопросе и то, какие трудности сейчас вообще существуют у тебя, вот, например, как у редактора газеты, как у журналистов. Я думаю, что у журналистов во всем мире одинаковые трудности. У меня много трудностей, собственно говоря, как бы, ну, маленькая газета, мне бы хотелось, ты понимаешь, мы работаем в таком режиме, мне хотелось бы, конечно, чтобы коллектив состоял бы из 20 человек, потому что, на самом деле, в Абхазии очень много тем и очень много интересных тем. Меня всегда удивляет, когда мои коллеги говорят, вот, ничего не происходит, ни о чем писать. На самом деле, писать можно, писать, снимать, говорить, спрашивать можно 24 часа и круглосуточно. Просто для этого надо иметь желание, для этого надо вот заводиться, вот какой-то, знаешь, такой драйв должен быть. Вот мне кажется, что по своей жизни я поймала вот это ощущение удовольствия. Все, что я делаю, я делаю это не потому, что меня кто-то заставляет, не потому, что я много за это получаю, я просто получаю удовольствие от того, что я делаю. Поэтому, наверное, и дочь пошла по стопам. Обычно есть люди в профессиях, которые говорят, они сами в этой профессии, говорят, я не хочу, чтобы мои дети были в этой профессии. А некоторые говорят, я хочу, чтобы они были в этой профессии. Я, например, хочу, чтобы мои дети занимались теми профессиями, которыми я занимаюсь. Но у вас тоже дочь пошла, насколько я знаю, по этому пути, несмотря на то, что отговаривали. Да, я, ты знаешь, я как бы отговаривать сильно, конечно, особенно не отговаривала, но я была довольна в какой-то момент, что она вроде не интересуется журналистикой, вот будучи школьницей, она говорила, о, мама так работает, я не хочу работать. Машину жгут, стреляют иногда. Ну, в общем, как-то она вот не хотела. А потом она как-то вот втянулась в это. И я думаю, что это, знаешь, как-то странно, мои родители тоже очень не хотели, ну, папа-то мой тоже журналист, мои родители тоже очень не хотели, чтобы я стала журналистом, мама все сделала для этого, она просто мечтала, медицина, там, врач, дочка в белом калате, вот. Так я и оказалась на биохимическом, но в конечном итоге мы выходим на тот путь, на который мы выходим. Мы же будем завершать нашу программу, поэтому я хотел бы поговорить о том, что ты назвала удовольствием. Я работаю с удовольствием. Мне кажется, что вот именно в нашей профессии, в журналистской профессии, в режиссерской профессии, вообще профессии телевизионщиков, да, вот, конечно же, работа, само это определение, я работаю, да, оно как-то должно звучать действительно иначе. Потому что тот человек, который не получает удовольствия от своей работы, да, это, конечно, уже, наверное, неполноценный журналист. Вот именно этим руководствуется, мне кажется, человек, это именно та энергия, оттуда он черпает импульсы всякие, да, когда он действительно от работы получает удовольствие. Огромное спасибо тебе за присутствие. И прокомментируй последнее, что я сказал об удовольствии, да, я хотел, чтобы ты завершила этим, на самом деле, получилось, что я завершаю. Понимаете, насчет удовольствия и работа. Мы эту тему как бы закрыли, я как бы хотела вас тоже поблагодарить, что мы сегодня так чудно пообщались на абхазском телевидении, я так думаю, что это тоже очень знаменательно, вот мы на абхазском телевидении, я вдруг попала, и никто не нервничает по этому поводу. Я очень надеюсь, что вот ситуация, во всяком случае, отношение к СМИ у нашей власти изменится. Я не знаю, каким будет абхазское телевидение, оно будет национальным, оно будет общественным, но в любом случае, важно, мы работаем для людей, и важно, чтобы мы как бы удовлетворяли вот эту вот потребность и, конечно, получали сами об этого удовольствии. Большое спасибо, я не ожидала, что отвечать на вопросы так же приятно, как и задавать их. Вообще, сегодняшний эфир достаточно показательный, то есть были новости, которые государственные там президенты часто показывали, потом показывали съезд там, а сегодня мы тут говорим и о тех, и о других, и причем не скрывая своих мыслей. Так и должно быть, я считаю. Спасибо, что вы к нам пришли, спасибо зрителям за то, что нас терпели в пятницу вечером и слушали. Столь поздний час. Изида Чане, редактор газеты «Нужная»… «Нужная» газета. «Газета Нужная» «Нужная» газета. «Нужная» газета. Большое спасибо вам всем за то внимание, которое вы уделили нашей программе. Будьте здоровы! «Нужная»